В Русском доме в Берлине в самом начале лета, в первые летние дни, очень такое интересное мероприятие. Союзмультфильм привез свои мультфильмы, можно сказать, и новые, и исторические мультфильмы, и еще празднует свой юбилей. Но скажу сразу, что не Союзмультфильм празднует юбилей, а празднует юбилей героя, которые были созданы в 1969 году. Это такой интересный получился год у советской анимации, когда многие персонажи, которые ассоциируются сейчас у нас с российским милиционным кино, именно и были созданы. Это пара «Волка и Зайца» из «Нагогади», это «Чебурашка» из «Покадин Глена» из «Сторога Шипакляк», это «Умка», это «Герой веселой Круссели», самая известная из которых Антошка, это «Временские музыканты», это «Винни-Пух», который, конечно, для всего Советского Союза и для многих стран, бывшей организацией Варшавского договора, стал главным образом «Винни-Пуха» и убедил любые другие милновские варианты. И для нас этот юбилей не менее важен, чем любые юбилеи собственной самой киностудии. Я очень рад, что в Берлине удалось показать часть из мультфильмов. В первую очередь, конечно, это мультфильмы «Бибеляры», но в то же самое время в программу попали современные мультфильмы киностудии «Союзмультфильм», потому что «Союзмультфильм» связан не только с советским периодом, но и с тем новейшим временем, тем таким ренессансом своеобразным, который студия сейчас переживает. И вот этот ренессанс, он тоже выявляется в кинопоказах в рамках «Русских сезонов» в Доме науки и культуры и в Домении. Кроме этого, мы решили провести маленькую выставку, посвященную образам, рабочим материалам из фильма «Ну, погоди!», чтобы показать просто какие-то интересные изображения, артефакты, связанные с этим циклом, создававшимся с 1969 по 1986 год и запечатлевшим фактически все развитие Советского Союза этого времени, потому что «Ну, погоди!», например, это очень хорошая такая матрица советской поседневной реальности, когда у вас каждая серия связана с какой-то определенной локацией, фактически вам показываются все те точки, все эти части жизни советского человека, которые он переживал просто в своей поседневности. Это стадион, рынок, телевидение, сельское хозяйство, парк культуры и отдыха и так далее. В этом смысле людям, всем тем, кто с одной стороны хочет поностальгировать, с другой стороны хочет понять, а как вообще выглядел Советский Союз того времени, наверное, можно смотреть не только игровое кино и не только документальное, к примеру, но и анимационное, потому что анимация запечатлевала очень сильно, несмотря на свой вот этот вот эфемерный, воображаемый статус, то, что происходит вокруг. И те фильмы, которые на киностудии создавались, они, конечно, становятся настоящей матрицей того времени, когда они присоздавались. Какие новые работы могут увидеть и маленькие, и взрослые зрители в Берлине? Ну, в первую очередь, это работы, связанные с детской анимацией. Мы выбирали работы, которые не обладают языковым барьером, которые не несут себе русский язык, с одной стороны, для того, чтобы большая аудитория могла познакомиться с новыми фильмами киностудии. И там достаточно большое количество фильмов представлено. Часть из них, она достаточно может быть известна уже в Германии. Например, есть такой фильм «Какоша», который в прошлом году получил приз детского жюри Штубинского анимационного фестиваля. Да, и таким образом был отмечен уже в Германии ранее. Есть фильм «Два трамвая», например, в программе, который получил национальные российские анимационные премии практически все. Ну и по европейским международным фестивалям он тоже хорошо был представлен. И при этом он создан в такой очень интересной технике плоской куклы. Да, вот кукольное кино, оно продолжает тоже сниматься, не только рисованное, но и кукольное кино создается сейчас касательно фильмов. И фильмов много, говорить про них сложно, потому что говорить, произносить имена, названия фильмов интересно и легко тогда, когда зритель их видел. Потому что тогда можно зрителю сообщить какое-то свое мнение, может быть, даже с ним каким-то образом взаимодействовать в диалоге, подискутировать о том, о той картине, которую мы сейчас там посмотрели или узнают уже. А так как мы все-таки показываем сейчас подборку новейшей анимации, которая создавалась за последние 2-3-4 года, то я думаю, что для большинства жителей Берлина, русскоязычных жителей Берлина и гостей русского дома, эти фильмы все-таки будут премьерными. Они будут их видеть в первый раз. И я очень рад, что у них такое сопоставение с современной российской мультификацией произойдет.